Ну ты что, мяч в первый раз, что ли, видишь? Сыночек, когда уже внуков мне подаришь? А то так бездетным и останешься. Ну же, пинай! Опять они проиграли, черт! Ну проиграли и проиграли, что здесь такого? Кто это так поздно? Сходи, посмотри. Да все в порядке, это я доставку заказал. Скоро вернусь. Ты знаешь, сколько ты нам должен? Ребят, да у меня сын подрастающая легенда футбола. Через 20 лет его подпишет Сигма Юнайтед. И у меня будет в 10 раз больше денег. Я все верну. Ладно, вижу пацан ты неплохой. Подождем. Спасибо вам огромное, ребят. Вы не пожалеете. И за это тоже спасибо. Дорогая, нас ждет пополнение. Мы что, идем есть бургеры? Чего? Мам, сходи-ка погулять ненадолго. Дорогая, ну что там? Ну что, доктор, у меня будет мальчик или девочка? Дорогой, ну ты чего? Я всего на третьей неделе. Да и вообще, какая разница, какого пола будет наш первый ребенок? Да, да, дорогая, ты права. Мне просто любопытно. Ты знаешь, сколько ты нам должен? Ребят, да у меня сын подрастающая легенда футбола. Через 20 лет его подпишет Сигма Юнайтед. И у меня будет в 10 раз больше денег. Я все верну. Ну, ладно, вижу пацан, ты неплохой. Подождем. Ну так что, у вас все в порядке? Тогда до встречи. Доктор, подскажите, а через сколько времени будет известен пол ребенка? Ну вообще... Ну ты опять угомониться не можешь? Придет время, все узнаешь. Все, все, прости, дорогая. Извините, а можно вашу визитку? Мало ли что. Да-да, конечно. Звоните, если что. До свидания. До свидания. До свидания. Дорогой, ну зачем ты себя так ведешь? Еще раз повториться, и я одна пойду к врачу. Дорогая, а когда к гинекологу? Ваш первый ребенок будет... Дее... Спасибо, доктор. Я так счастлива. Я всегда хотела дочь. Ты знаешь, сколько ты нам должен? Ребят, да у меня сын подрастающая легенда футбола. Через 20 лет его подпишет Сигма Юнайтед. И у меня будет в 10 раз больше денег. Я все верну. Ладно, вижу пацан, ты неплохой. Подождем. Дорогой, а я что-то не вижу радости на твоем лице. Вообще-то я не договорил. У вас будет дедушка. Что? Ой, извините. Это врачебный юмор. Через 80 лет он точно будет дедушкой. У вас будет мальчик. Вам бы такими шутками тараканов у меня дома разгонять. Ну что-то правда, хорошая шутка. Давай-давай, собирайся скорее, а то нашему первенцу на тренировку через 3 дня. Чего? Да потом расскажу. До свидания. Сын, а ты не думал какое-нибудь хобби завести? Тебе 15 лет, а ты все за компьютером сидишь. Сходи хоть в футбол поиграй, а? Пап, да футбол это полный отстой. Сходи лучше за хлебом. Э, стоять. Я вчера смотрел матч Sigma United. И что-то не видел твоего сына в составе? Да он просто приболел сейчас. У него травма. Но вы не переживайте, через 5 лет я все верну. Как и договаривались. Ладно, вижу пацан, ты честный, ровный, открытый. Подождем. Ну все, ребят, бывайте. Пока. Пап, ну что, ты хлеба принес? Сынок, я принес кое-что получше. Мы что идем, есть бу... Куда руки тянешь? Футболистам такое можно только после тренировок. Да ты достал со своим футболом. Я не буду в него играть даже за бургеры. Ну посмотрим. Либо ты играешь в футбол, либо я съем все бургеры. Да я лучше вообще ничего есть не буду, лишь бы ты со своим футболом отстал. Ну хорошо, я тебя за язык не тянул. Пап, когда тренировка? Сын, хватит спать, у тебя тренировка через 2 часа. Стой, вставай, я сказал! Вставай, вставай, чемпион. Сегодня очень важный день. Отбор в команду мечты. Но я не ел 2 недели, я еле хожу. Ладно, пошли, по пути поешь. Ты не забыл, сколько ты нам должен? Вот столько ты нам должен. Ребят, да я же говорил, мой сын будущая легенда футбола. Вот как раз сейчас его на тренировку уведу. В следующем матче будет играть за Сигма Юнайтед. Я вам все скоро верну. Ладно, вижу пацан, ты неплохой. Подождем. Ладно, ладно, на, укуси. Остальное после тренировки, если пройдешь отбор в команду. Здравствуйте, а у кого тут можно в команду моего сына записать? Нам нужна Сигма Юнайтед. Ну, показывайте своего сына. Вот он. Сделай-ка Сигму. Неплохой потенциал. Давай, переодевайся, посмотрю на тебя. Тренер, я готов. Что делать? Покажи, что умеешь. А ты хорош. В следующем матче выходишь в основу. Если проявишь себя, подпишем контракт. Сын, сегодня матч всей твоей жизни. Если проявишь себя... Пап, ну я же... Не перебивай. Если проявишь себя, с тобой подпишут профессиональный контракт. Да я мяч этот один раз в жизни, пенал всего. Просто делай, что скажет тренер, и все будет в порядке. Сегодня у нас очень важный матч. Послушайте мою секретную стратегию. Вот она. Верь в себя. И никогда не сомневайся в себе. И это вся стратегия? А как же тактика? Просто прояви дух сигмы. Да куда ты пьешь? Да что с тобой случилось? Да блин, кто тебя учил играть? Ну что, подпишем контракт? Да с такой игрой. Я ему даже в графике уборки туалета не распишусь, когда он уборщиком пойдет работать. Идите отсюда. Прошу, дайте ему еще один шанс. Мне повторить? Слушайте, тут есть маленький нюанс. Я повторяю. Ваш сын очень перспективный. Я думаю, нужно дать ему еще один шанс. Сын, пошли во двор тренироваться. Мне от тебя нужен стабильный результат. А можно мне тоже? Кажется, я понял, в чем секрет. Завтра снова идем к тренеру. Пока аж ему все, на что способен. И он снова поставит тебя на матч. Пора на тренировку. На, подкрепись, я тут принес.